Сегодня ты узнаешь 10 самых популярных фразовых глаголов с глаголом go. И это, несомненно, поможет тебе звучать как носитель. Всем привет! С вами Голос English Show. Фразовые глаголы — боль каждого изучающего английский язык. Мы подумали о том, чтобы запустить серию выпусков на тему фразовых глаголов. На нашем канале уже есть несколько видео на тему фразовых глаголов. Например, есть три отдельных выпуска на тему фразовых глаголов с get, look и give. Не забудьте посмотреть их, если еще этого не сделали. А если данный ролик наберет больше 1500 лайков, то мы обязательно снимем продолжение. Для вашего удобства оставим все эти глаголы с примерами в формате PDF в нашем телеграм-канале. Все ссылки в описании. Начнем с первого глагола. Его можно перевести как взяться за что-то, начинать что-то делать. Поэтому, если ваша кошка постоянно занимает большую часть вашей постели, вы можете сказать ей Займись своей жизнью и оставь меня в покое. Но чаще всего эта фраза используется в повелительном наклонении и означает «Давай, начинай, продолжай!» Или разговорное «Валяй». Давай, посмотри поближе. А попробуйте и сами перевести следующее предложение. «Go ahead, open the door for your lover». Первое. «Валяй, открывай дверь своему любовнику». Второе. «Иди и открой дверь своему любимчику». Третье. «Продолжай открывать дверь своему любимчику». Четвертое. Путин. Пишите в комментариях правильный перевод. Каждый голос важен. Следующий фразовый глагол. «Go along with». Он означает «соглашаться с чьим-то мнением или решением». Поддержать идею. «I can't go along with this». «Я не могу согласиться с этим». Или «you have to pretend to go along with him». «Ты должен притвориться, что согласен с ним». «Go along with». Третий фразовый глагол. «Go away». У этого глагола тоже несколько переводов. Первый. «Уходи, проваливай». Второй. «Уехать или выбраться куда-нибудь, особенно на выходные». «They expect us to go away for the weekend». «Expect us to go away for the weekend». Они ожидают, что мы уедем куда-нибудь на выходные. «Go away». Четвертый. «Go back». Означает «вернуться», «возвращаться». Например, «I have to go back for Sarah». «Я должен вернуться за Сарой». Обратите внимание, что если мы возвращаемся за чем-то или за кем-то, мы используем предлог «for». «Go back for Sarah». Или другой пример. «Go back to work». «Возвращайся к работе». В том случае, когда мы говорим о том, куда мы возвращаемся, нам нужно использовать предлог направления «to». «Go back to work». Пятый фразовый глагол. «Go by». Значение. «Проходить мимо». Обычно речь идет о времени или возможностях. «Meanwhile». «Two days goes by like that». «Meanwhile». «Two days goes by like that». Тем временем, так прошло два дня. Или вот, например, целая фраза с этим глаголом. «As the years went by». «As the years went by». Фраза, которую можно перевести как «спустя годы» или «с течением лет». Например. «As the years went by, I learned to stop sharing this with people». «As the years went by, I learned to stop sharing this with people». «С годами я научилась не делиться этим с людьми». Ну а если вам кажется, что ваш английский язык проходит мимо вас, как бы хрипово это ни звучало. То самое время начать что-то менять в своей жизни. Школа English Show уже помогла десяткам тысяч человек выучить английский и добиться своей цели. Хотите переехать в Америку? Устроиться в Google? Смотреть фильмы в оригинале? Сдать IELTS или какой-то другой экзамен? Просто запишитесь на бесплатный урок по ссылке в описании. На нем расскажите о своих целях. И мы построим обучение специально для вас. Ссылка в описании. Шестой фразовый глагол. Go down. Если сказать в общем, то все значения этого глагола имеют смысл. Стать на уровень ниже. Смотрите сами. Go down можно перевести как понижаться. Уменьшаться. Например, о цене или температуре. Пойти ко дну. Или садиться. Ну, говоря о солнце. Например, в криминальных фильмах преступники любят говорить. Если я пойду ко дну, мы все пойдем. Понимаете? Или еще пример. Это происходит только, когда заходит солнце. Go down. Следующий фразовый глагол. Go on. Два основных значения этого глагола. Продвигаться. Или продолжаться. Давайте посмотрим, например. Why can't I go on living with you? Why can't I go on living with you? Почему я не могу продолжать жить с тобой? Или go on with your story, Тина. Go on with your story, Тина. Продолжай свою историю, Тина. Восьмой фразовый глагол. Go out. Имеет значение выйти в свет. То есть выйти из дома, чтобы хорошо провести время. Let's go out and celebrate life. Let's go out and do something crazy. Let's go out and celebrate life. Let's go out and do something crazy. Давайте сходим куда-нибудь и будем радоваться жизни. Сходим куда-нибудь и сделаем что-нибудь сумасшедшее. Или we went out on a date. Мы ходили на свидание. Go out. Девятый фразовый глагол. Go up. В этом глаголе также можно выделить общее значение. Подниматься на уровень выше. Поэтому фразовый глагол go up может переводиться как подниматься куда-то, расти или повышаться. Например, о цене, температуре, возводиться или строиться, о зданиях. И даже поступать в университет или колледж. Ты опять поднималась на поверхность, не так ли? А еще есть такое выражение. What goes up must go down. Дословно, что поднимается, должно опуститься. Эта фраза означает, что хорошее не будет длиться вечно. What goes up must come down. Десятый фразовый глагол. Go with. Часто встречается в фразе go with it. И означает смириться, согласиться с ситуацией. Just go with it. Just go with it. Просто смирись. Теперь вы знаете десять фразовых глаголов, использование которых сделает вашу речь похожей на носителей. На какие еще темы записать видео? Пишите в комментариях. Не забудьте подписаться на наш Телеграм, Инстаграм и другие соцсети. Там мы постоянно публикуем интересные посты, чтобы вы ежедневно прокачивали свой английский. С вами был Голос Инглишоу. Пока.